В России рейдерские захваты компаний часто совершают полицейские. Джеймс Марсон Туал Стрейт Юрнал, США 8 августа 2018 года Ростов-на-Дону Недавно один бизнесмен показал здешним коллегам короткий видеоролик, из которого видно, что создает проблемы российской экономики. В ролике было показано, как в один из сибирских офисов врываются полицейские в масках с автоматами и кувалдами. По словам предпринимателей, юристов и активистов, российские компании регулярно сталкиваются с притеснениями со стороны сотрудников правоохранительных органов, пытающихся вымогать деньги или отжимать бизнес. По словам Александра Хуруджа, который работает в агентстве, созданном Кремлем в 2012 году для оказания помощи предпринимателям, с уголовным преследованием сталкивается каждый шестой российский предприниматель. Это – рак для экономики, сказал Хуруджа, который был задержан в 2015 году и находился под стражей 9 месяцев по обвинению в мошенничестве, связанном с его фирмой, после чего был освобожден и затем оправдан. По его словам, если президент Владимир Путин не решит эту проблему, Россия дальше развиваться не сможет. Теперь, когда 65-летний бывший офицер КГБ начинает новый 6-летний президентский срок, экономический рост, даже согласно официальным прогнозам, в ближайшие годы вряд ли превысят 2%. В своем обращении в начале этого года Владимир Путин вновь пообещал обеспечить к середине 2020-х годов увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40%. Это больше, чем сегодняшние 25%, но все еще меньше, чем во многих развитых странах. Он выступает за снижение давления на бизнес и создал организацию, в которой работает Александр Хуруджи. Но авторитарное правление Путин опирается на силовиков и политических тяжеловесов, которые используют свою власть не только для того, чтобы оказывать давление на политических оппонентов, но и для того, чтобы вымогать деньги у компаний, захватывать их от имени конкурентов или забирать их себе, считают критики. Из-за этого изменения в системе правосудия потенциально рискованны. Рискованны перекрывать денежные потоки, идущие к влиятельным людям, говорит бывший советник Кремля Глеб Павловский. В результате люди, которые должны развивать экономику России, теряют свой бизнес и свою свободу. По данным судебных учреждений, российские суды признают виновными 99,8% подсудимых и, как говорят адвокаты-активисты, готовы к незаконному захвату компании с использованием сфабрикованных дел. Владельцы бизнеса часто предпочитают заключить сделку, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. Первым признаком неприятностей может стать, казалось бы, «Безобидная попытка купить долю в компании». 37-летний бизнесмен из Ростова-на-Дону Алексей Громовенко рассказывает, как предложение, сделанное ему знакомыми в 2015 году, вскоре переросло в требование передать им долю собственности в его турфирме. Он отказался, и вскоре в отношении его компании клиентами было подано три судебных иска, которые, по его словам, были фиктивными. Его арестовали и два месяца продержали в тюрьме, а на телевидении публично унизили, назвав мошенником. В конечном счете его освободили, но компания его закрылась, говорит он. Правоохранительные органы иногда используют рейды, подобные тому, который был показан в февральском виде Александра Хуруджа, и известные как «Маски-шоу» и «Заблаклав» на полицейских во время рейдов, чтобы захватить документы и запугать владельцев компаний. По словам адвоката той нефтегазовой сибирской компании, которая подверглась рейду, тактика, использованная против ее компании, бывшая, по ее словам, попыткой осуществить захват бизнеса, включала десятки таких рейдов, инсценированный протест людей, изображавших из себя недовольных рабочих, и три покушения на ее начальника. Региональные чиновники в интервью местному новостному сайту заявили, что февральский рейд проводился в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Александр Селютин, который проводит для предпринимателей семинары, обучая их тому, как противостоять давлению со стороны правоохранительных органов, отметил, что зачастую цель состоит в том, чтобы запугать владельца бизнеса и вынудить его заплатить или уступить часть компании. Он рассказал, как одного клиента арестовали в аэропорту после ночного перелета и предъявили ему ультиматум. Умирая в камере, он думает о 1937 году, говорит Селютин, имея в виду времена сталинских чисток. А они говорят, «Селютин, который работает адвокатом и говорит, что когда-то был и полицейским, и судьей, убедил своего клиента денег не платить, попросил психолога успокоить его и приступил к обычным действиям по обеспечению правовой защиты. Сопротивление может быть опасным и часто заканчивается уничтожением компании». Бизнесмен Дмитрий Величко основал рыбоводческое хозяйство, создав искусственное озеро на участке, арендованном им на юге России. Когда через несколько лет хозяйство начало приносить доход, местные власти, по его словам, возбудили против него уголовное дело за браконьерство. Его адвокат говорит, что он отказался от предложений так называемых фиксеров заплатить чиновникам и тем самым решить проблемы. В прошлом году, после многолетних судебных тяжб, дело было закрыто, но хозяйство было уничтожено. Дозвониться до местных властей, чтобы услышать их комментарии, не удалось. По словам Александра Селютина, многие люди на его семинарах не знают, что есть способ дать отпор в рамках закона. Они просто думают, что это не в их силах, и что от них ничего не зависит.